16-13 И вот она третья решающая карта Карта Мираж, которую Вега играет довольно неплохо А вот у Нави на Мираже Постоянно какие-то Большие и маленькие проблемки Вега идет в направлении точки Б Б плент охраняет 3 человека у команды Нави И пока рожденные побеждать довольно неплохо угадывают Выпад Кто кого? Ну что, хуже уже падает на плент Должны встречаться в игроке команда Носу Винстерс Пока что Кеша находит голову Зевса Эдвард встречает по Кешандру тут же врыв Сис находит еще и хуже В размен 2 от Чопера Эдвард забирает мира И последние 2 в 2 игрока остаются Флейми Идет Маркет Она находит голову Чопера Отличный выпад реализации своего девайса Тут же Джер находит фраг Также по Апоненту Джер Минус по Эдварду 2 хайдшота в окончании Вега Сквадрон берет для себя пистолетный раунд Хотя вот на Мираже, если не ошибаюсь Нави брали 2 из 2 пистолетных раунда Потому что там была попытка Или подожди, Вега в атаке Брали на пленте Там какой-то был у нас замут Что пытались игроки Вот я не помню какая из команд Там помнишь без дефюз китов В последние секунды вылетает Игрок атаки И убивает дефюзящего бомбу Не помню честно Но тут уже это не важно Потому как Джер повесил Великолепные 2 жбана По Нави И ребята из Нави На удивление возможно для кого-то На третьей карте Пока проигрывают пистолет Кто-то скажет Что в принципе с кем не бывает С другой стороны мне кажется Что это маленький Но звоночек Мир забирает Зевса в спину Тут же Пытается отлить хелпу Не получилось 4 в 3 В большинстве у нас парни из Вега Эдвард в окне Пытается наверное проверить Собрать информацию Но и Вега никуда не идет Эдвард Неплохо Отличный хедшот 30 хп Эдвард возвращается назад на библиотеку И пойдет к Сизду Ну и Аплэн пока прикрыт Одним лишь флейме Хотя бомба под Б И видимо именно туда Пойдут ребята С другой стороны Минута 10 До конца этого раунда Поэтому еще можно Несколько раз Изменить свое решение И пойти в направлении Будь то плэнта А Будь то плэнта Б Ну вот Эдвард на зигзаге Есть там игрок Атаки Эдвард сейчас может отъехать У него слишком мало хп Но пистолкинг Хедшот еще один С первого же патрона Ну и что Игроки команды Вегас Квадрон Чекают зигзаг Пробираются через коннектор И нужно бы выйти на Аплэнт Флейме находится на тикетбоксе Соответственно сейчас Возможный сюрприз Для команды Вегас Квадрон Они в меньшинстве Не девайсов для Нави Но как мы видим Для Эдварда Даже не требуется Этого всего Флейме простреливает неплохо По Худже 2 в 3 1 хп остается у Худже Такие шансы сейчас есть У команды На Аплэнт Смиттер Чтобы взять Свой форс раунд Худже Галила пытается Но Флейме прострелом Забирает оппонента Через искру Последний в живых Остается мир У которого Есть Хаешка У которого есть Калашников Тут вываливается Эдвард Вваливается вся команда Нави И тут же берется раунд Типлкил для Иоанна Сухарева И 2 девайса Даже возможно 3 Еще Эдвард Подберет себе что-то Бомба дефьюзится Ну и конечно же Все вышло очень и очень удачно Для команды Нави В этом раунде Если бы не индивидуальные действия От Вани Эдварда Все бы сложилось Очень и очень плохо Там по-моему Передропывают девайсы И хотя бы Горилл Должен Ване достаться Вот здесь Да так и получается Специально там Эдвард даже отпускал Дефус бомбы Потому как его тиммейты Искали ему девайса Сами брали АК-47 Неплохо Неплохо сыграл Иоанн Сухарев Выручил свой коллектив Если бы не его хедшоты Нави уже проигрывали Счетом 2-0 Но благо Включается у нас Старичок И Счет 1-1 Но Вега Я надеюсь Не расстраивается И не отчаивается Потому как матч В любом случае Будет очень интересный И трудный Причем Как для одной Так и для другой команды Эдвард Получает пока Смог в окно Играет с Галиллом Чекает даль Игроки атаки Уже подошли На центре Под стул Готовы занимать Зигзаг И включат точку Б На Б пленте Сист Ловит Чопера Простреливает Смог На Зиге у нас тут же Ребята с команды Вега Возвращаются назад На коннектор Разобрали Зевса Разобрали Симпла На пленте 1 Пока что сигарете Флейми Какой провал от Нави Уже и Сист И Эдвард Вне позиции Им нужно уходить На сейф Но Вега Судя по всему Никого и ничего Не боятся Ребята пушат Библиотеку Забирают Эдварда И берут просто раунд Какие там девайсы Вообще были у них Пистолеты П-250 По-моему Одна какая-то Муха И все Но Вега Затащила 2-1 в пользу акул Но это было очень жестко Там Жер ворвался С П-250 Разобрал одного Потом еще и Симпл Не смог попасть Подвалился так же Снайперская винтовка Там Флейми Возле сигареты Так же отваливается Трипл килл Был такой яркий Все это мы конечно Посмотрели увидели Но это было очень жестко Действительно Зачем какие девайсы Там Эдвард С деглом разваливает Здесь По 250 По 250 Там просто Джер выходит И так же Находит оппонента Эдвард На коврах Против Чопера Кто же кого тут Перемайнсит Эдвард слышит оппонента Нет не слышит И не видит Эдварда Они просто разминулись На коврах Да ладно Сейчас Эдвард Может занять Удобные позиции И по-моему Ваня Эдвард Может реально в этот раз Так же помочь В своей команде Если конечно Юспик будет Благоприятен В этой ситуации Может пройти дальше Эдвард идет Он сейчас топнет Но по-моему Этого не слышит Команды Вега Сквадрон Он идет все ближе к яме И здесь же Бэк уже не чекают Чопер находит Флэйме тем временем Эдвард видит троих Но Нужен нож Нужен нож Нет девайса По 250 И пока Эдвард Крутился Его разобрали Худже Фраг по сизну С наверской винтовки И как был сейчас Близок Ваня Эдвард Если бы был девайс Там было бы минус 3 Или хотя бы двоечка Но не получилось 1-3 Вега Сквадрон Берут для себя Раунд И тут же оставляют Нави без толковой экономики То есть Есть возможность Закупиться Фамасы Эмки Даже с наверской винтовкой Для симпла без армора Но ребята решили Делать все по уму И брать в руки Деглы Чешки И возможно Даже еще что-то залетает Мне вот интересно К чему Нави будут на буткемпе Готовиться Если они проиграют Сегодня вега Сквадрон Потому как Завтрашнего дня У Нави Напоминаю буткемп Но Я понимаю Буткемп они Естественно Сопоставляли с датами Эпицентра И хотели Наверное К этому чемпионату Подготовиться Но Без эпицентра Я так понимаю Буткемп Будет или нет Посмотрим Пока что 3-1 В пользу команды Вега Сквадрон Нави Играет с пистолетами Эдвард пытается На центре Кого-то отстрелить Кешандр Чекает Смок Забирает моментально Иоанна Сухарева Зевс с чешкой Забирает мира Это 3-4 У Зевса 7 хеллспоинтов Даня Пока что живет Ну и Съезду удалось Забрать Кешандра Бомбы Перетягиваются К точке Б Под Б У нас Есть Чоппер Именно На Сизда Видимо Пойдет Команда Вега Сквадрон Зевс Зевс В лифте Зигзаг Зигзаг Вскрывается Сиз погибает И последний Симпл По которому информация Имеется Там был Диггл Он прошивает оппонента Но Симпл Сам отъезжает Чоппер Я подглядываю в окно Все-таки Находит Симпл 1-4 Потеряв двоих Вега Сквадрон Раунд Выигрывают Но вот так и получается Очень близкие раунды На самом деле Каждый из них Имея на руках девайсы Либо же нет Игроки вот борются На Мираже Как Еще продолжая Наверное тот Мираж Для них что до сих пор Допы идут Да нет Тот Мираж Я думаю Уже никто не вспоминает Но Новый Мираж Естественно И тут Обе команды Должны показать Свою лучшую игру И Посмотрим Сделали ли выводы Опять же Те же веговцы С прошлой карты Потому как В принципе На той карте Были серьезные шансы Дабы победить И вега честно Отчасти Проиграла Сама себе Ибо Пропытали ошибки Тут Если ошибок не будет Можно Выигрывать И выигрывать Не кого-то там А У серьезных ребят Из команды Нави Которые Лишатся Возможно Возможности Участвовать На Таком турнире Как Эпицентр Турнир Который собирает Раз в год Сильнейшей команды По CSGO Не только по CSGO Кстати Летом проводится Эпицентр по доте Если вы вдруг Не знали Хотя вряд ли Но вот Осенью Это уже будет Второй эпицентр Кстати Победителями эпицентра В прошлом году Была команда Норс Неожиданно Они Дигнитас Назывались Неожиданно Много для кого Они Затащили Выход от Худжи На Бэплэнт Фейковый При этом В направлении Аплэнта Действует Все-таки Команда Вегас Квадрон Через ковры Парни выходят Зевс ошибается Из тупиков Умирает От мира На ровном месте Теперь Джерас Целевает Эдвард Да и Кишандер Ловит Двоих Минус Хедшотом Погибает Флейби О мой Бог Команда Нави Что за Фейл 5-1 Вот тут Точно Зевс должен Еще раз Написать Как мы Так Играем Это Что-то Неимоверное Этот Зевс Который Спрейд Просто Все-таки Умирает Там Кишандер Минус 2 Ох Жестко 3000 долларов У команды Нави Вегас Квадрон Отличный Бай Брани Вот такие претензии Одна неудачная карта И сразу же полилось Вот такое вот Мнение Такое недовольство Я К счастью Этого не поддерживаю Надеюсь Что Большинство ребят Которые смотрят За игрой Нави Все Чаще и чаще У нас Флейми Тем временем Находит голову Оппонентов Еще одна голова От Флейми Еще одна голова От Флейми Флейми Квадро мог оформить Зевс находит фраг По чоперу Да ладно Джер последний Джера забирает Флейми Что делает Игорь Васильев Три головы Не сходя с места Практически По трем оппонентам Выбивает Тех игроков И дальше уже Подбегает Зевс на хелпу Погибнув только в одного Игроки Нави Раунд берут Что сейчас было Как так влетает Боже мой Ух-ух-ух Ну наконец-то Хотя бы один раунд Взяли Нави Но опять же Это пока Ни о чем не говорит Нужно набирать Много раундов подряд И нужно Я думаю Психологически Сейчас Нави Как-то Опять же Обыгрывать Самих себя Потому как Вот те два фрага От Симпла И Как раз говорят Я думаю Мне и многим О том что Какая-то неуверенность Присутствует У игроков команды Нави Флейми Неплохо Под коврами Действует Симпл Подключается Минус Жер Команда Вега Быстро выходила Сейчас на Аплэн Но Нави Справляются Однако Деньги все равно Имеются у команды Вега Сквадрон АВП от Жера Все остальные Берут тоже Калаши Матч продолжается Но еще один Нави Нужно Потащить Тогда счет будет 5-5 С другой стороны Если Вега Потащит два подряд Тогда они не дадут Нави Выйти уж сильно Вперед Смотрим дальше Занимает у нас Ребята из команды Нави Батефолту Аплэнт Один центр Два Бплэнт Нави Действует Довольно Аккуратно Хотя Чоппер Возможно будет Ловить тайминг на яме Там у нас Симпл воюет с миром Который находится в смоках Мир может подставиться Тем более что Симпл уже А Симпл еще Нет не попадает Ни по кому абсолютно Хотя мог бы собрать Сразу два фрага Там Эдвард и Сидз Подключаются Зев спрашивает прощения Делают свои фраги Кеша Минус по Дане Тесленко Тут же 3 в 3 Снайперская винтовка Есть по прежнему У Джера Снесли уже конечно Снайпер команды Натус Винсер Но Тут еще и Флэм Может отвоевать Там наш Крался Чоппер На контроле Но это никак не помогло Ему абсолютно Только подставился И не смог Прощекать оппонента 2 в 3 Команда Нави Вот после этих разменов Выходят по прежнему вперед Сист должен запечатать Голого оппонента Кешандер По ПК иметь Сист таки находит фраг Это был Эдвард Прошу прощения Сист 1 хп Но если бы не было хлп Вероятнее всего Денис Костин погибал бы здесь Но там уже Джер мчится На плент Б Флэшки с Макит Все летит На шортах Есть Эдвард И сейчас вряд ли пропустит Джера Джерпом промахивается Эдвард здесь же Попытка пройти дальше Молота падает за Эдварда И тут же неудачный выстрел От Джера 4-5 Натус Винцер Берут для себя Раунд номер 4 Возможно Как уже говорил Сеня Пятый плюс Суперэкономика 10 тысяч 5 тысяч 8 тысяч И для Нави Но тут вообще Какие-то сладкие времена Нужно Веге Даже после этого раунда Возможно взятого Возможно взятого Комбечит 3-4 раунда подряд Девайсных Против команды Нави Ну пока собрались Рожденные Вроде более-менее Железно-рожденные Нави Подсобираются И пытаются За КТ Выиграть Ну для них Я думаю Победой Реально победой Был бы счет 9-6 или 10-5 Но Опять же Нужно серьезно Попотеть Потому как у Веги Представление о том Как играть на Карте Демираж За атаку Естественно Есть Флейми откидывает У нас гранатку На ковры Флейми Смотрит яму Флейми В яме Как раз игроки Команды Вега Начинают накидывать Довольно много Банок Огромное количество Смоков И это не выход На Аплент Это выход Я так понимаю Какой-то фейковый Правда Бомба долго думает Как же пойти Два игроков Команды Вега Вернулись Под коридоры Б Чекают аркаду Никого здесь нет Ну и выйдут Направление точки Б А им важно Забрать Сизда Если получится Забрать Сизда Можно Ну выйти По сути На пустой Б И стянуть на себя Почти всех игроков Команды Нави Но бомба Выйдет По правлению Точки А Ну интересное решение Такой странный Довольно фейк Еще раз Кстати Раскидка Два этапа То есть раскидка Сначала Потом раскидка Еще раз И выход На Б Вот Худжи Правда погиб Не понятно Зачем она Наверное Не стоила Выход На Дениса Костина Коктейль Молотова Мир выйти не может Сизд Пересеривает Кишандра И все-таки Этот фейк Пока не получается Флейме Разваливает ковры Из ямы Выходит игрок с бомбой Джер думает Что здесь никого нет Но Зевс Из-за того Что фейк не удался На Б пленте Играл довольно близко Именно к точке А Мир Наказывает Сизда Но Миру Уже ничего не светит Он с Чешкой Вряд ли Что-либо здесь Покажет Но Идея Рауда Неплохая Хотя Нужно еще ее Отточить Несколько раз Ну вот подобное было На трейне От команды Нави Когда закупался Девайс Для Саши Костливой Там он сделал Эйс Возможно была Подобная идея Потом как-то Команды разделились Если там была идея Понятно Просто выйти Всех побивать В одну точку То здесь разделились Девайс пошел На плент Б И бомб была Довольно далеко В яме Соответственно Перетяжка Если бы и была То очень несвоевременно Да Вот была попытка Перетянутся на команду Нави На Б плент Но Нави Не повелись Нави С нами всех Поубивали Больше того Три дегла Плюс По 250 Плюс один Глок Без раскидки Абсолютно Вега Сквадрон Попытаются Что? Быстро выйти на плент Б Возможно Даже каким-то сплитом Побирают Вандер Нет Тут мир Находится на Б кичне Там же у нас Возможно Потасовка На центре Это все-таки Даже не пахнет Выходом на точку Б Но вот возможно Стоило ворваться В одного лишь Псизда И попробовать Убить его Одним таким стаком Большим Одним кулаком Зевс находит Тем временем Чопера Преимущество Для команды Нави Уже очевидно Там у нас Какая-то лесенка Такой обратный ХП команды Вега Сквадрон Заканчивается жизнь мира Тут же Флейми Подсадка неудачная Для команды Вега Сквадрон Погибает также Джер Худжи последний У него лишь Дигл И надежда Убить Миссо Костин Но Костин не ведется Забирает фраг для себя В 6-5 Нави выходит вперед Впервые на этой карте АВП от Симпла 4 Хороших девайсов У остальных Тем временем Вега покупает Действительно В 6-5 В пользу команды Нави Ребята Раскачиваются Потихонечку И захватывают Инициативу На карте Деймираж Но 5 фрагов У Веги есть Этого может вполне хватить С другой стороны Вега еще попробует Затащить И сыграть Все-таки С счетом В 8-7 Ну не знаю Правда В чью пользу Нави Решили подпушить Мидл Довольно неожиданная Тактика Не факт Что Вега Ждет этот поджим Но Все возможно Джер чекает коннектор Летят баночки Джер понимает Что это пуш Вот не нужно было Накидать в эту банку Но Джер Не отстреливает Правда Кишандер Отлично отыгрывает На центре Прилетает флешка Сис перекрывает Одного-второго Флейми очень важно Забрать сейчас Чопера Это 2 на 2 Флейми Откидывает Декой За Белый ящик Откидывает дальше Хаешку Пушит Сейчас Чопера На девятке 54 хп у нас У игрока команды Вега Ну и Флейми Решил спрятаться Подождать Бомба у него В руках практически Ну и Очень далеко Правда играет Симпл Пока он Не очень полезен Потому как Никто не пойдет Ни на ковры Ни на яму У Флейми Есть информация По одному Второго он не смог Забрать Худжи оформляет Флейми Теперь уж ситуация Не такая радужная Для команды Нави Бомба берется Под контроль Команды Вега Сквадрон Симпл Последний Симпл На КТ спауне Сейчас возможно Будет встреча Если Симпл Успевает по таймингам Забрать Чопера Это будет очень Не очень важно Но Симпл Не палится сам Хотя была возможность Но там был слишком Маленький шанс Для того чтобы Попасть по оппоненту Все таки бежит Преследование За Чопером И Чопер просто Убегает дальше Симпл Не берет себе в руки Ничего У него только По 250 Снайперскую винтовку Не хочет дарить Команде Вега Сквадрон Очень интересный мув Симпл шарит И соответственно Пробирается дальше По моему Чопер Его не заметил Хотя могу ошибаться Чопер здесь же стоит Голова похуже Голова еще и по Чоперу Это раунд для команды Натус Винцера Симпл Тот самый Саша Костылев Который вытаскивает Да, там была битая Команда Вега Сквадрон Да, два хэдшота Которые просто залетели По разику И все Но, как ни крути Раунд ушел Нави И как он ушел Уже не важно Неплохо Неплохо сыграл Сашка Вот он Александр Костылев Которого было Два фрага в какой-то момент Парень подсобрался Сейчас 6 на 7 Да, наверное Не таким мы привыкли Видеть Сашу по статье Но С другой стороны Один из самых важных Клачей на этой стадии игры И он достается Как раз таки В руки Саш Симпла АВП У Симпла 4 девайса У команды Нави Александр Контролирует пока что Мидл Уходит назад Из-за Смакати Временем Вега Делают дефолт Стоят, ждут Откидывают банки в ответ Нави В этот раз Мидл не пушат Ну и за Мидл Отвечает пока что Один Эдвард Играет в коннектор И Джер Моментально его отцеливает Видимо, Ваня Не ожидал Увидеть снайперскую винтовку Уже в следующем раунде И погиб из-за этого 4 в 5 Нави в меньшинстве Флейми контролит Кишандр Но Кеши не выходит Получает флешку сам Егор Васильев По итогу преимущества Да, для Есть небольшой Для команды Вегас Квадрон Продляется смок на окне Сист откидывает ХЕшку На зигзаг Там пока что никого нет Даже никого не бьет Это самая ХЕшка Там Кишандр немножко страдает ПХП Это не важно Джер находит фраг по Флейми Проходочка дальше На зигзаг Возможный сплит на Б-плент Худжи Тут же А против Сизда Денис живет До последнего Но все-таки справляется С ним Худжи Симпл оформляет Размен по миру 2 в 4 Ситуация для команды Нави плачевная Смотрим как Даня Тисленко Будет забирать 1 в 2 не получается Тут же Чоппер уже на головах Если бы получилось забрать Снайпера Для Симпла Ситуация была бы Более-менее приятная Чоппер он забрал 20 хп Но в окне Сюрприз Это был Худжи 7-6 Вегас Квадрон Забирают себе раунд 2 снайперские винтовки В атаке Нет Свапнул в последний момент Худжи Девайс На более приятный для себя Потому что На Мираже Конечно можно играть В 2 вп Но больше за защиту Нежели за атаку Это Такой сомнительный вариант Еще один раунд Еще один раунд Копилку Вегас Квадрон На карте Дэй Мираж Это Очень-очень хорошо За атаку Ну Пожалуй 7 Или 8 Я думаю Нужно брать Нужно брать Дабы Отдолеть Команду Нави Во второй половине Ну и Нави Судя по всему Просыпаются Или уже проснулись Потому как Начало было Полностью Под диктовку Команды Вегас Квадрон Но Нави Видите на табе Вам Бингон Сейчас покажут Затащили Один из раундов И дальше шла Такая вот себе серия 6 подряд Но Наконец-то Эту серию Удалось Ребятам из команды Вегас Квадрон Поломать И соответственно Парни Может быть Сейчас проиграет Джер Флейми Падает Снова Энтри фраг От снайпера команды Вегас Квадрон И при этом Чоппер Крадется На шефте Занял уже сэндвич Дальше пока что Не пушит Ну и по-моему Зевс должен погибнуть Да Зевс чекает Нет Даня На удивление Справляется Чоппер падает Но при этом На коврах Есть еще один Вдруг атаки Симпл приходит Забирает Кишандра Зевс остается Под коврами И вопрос Сумеет ли Джер его отстрелить Пока что Джер ничего не делает Куча забирает Симпла Зевс живет По Зевсу Гула инфар Так как он забирал Чоппера Зевс старается Отстать головы Но нет Худжев разваливает И Сизда Один против троих Жмет по коннектору Ну как так Такой спрей И вообще Патроны не летят Практически Не наносят дэмэдж 7-7 Последний раунд Первая половина у вас На экране Ну вот Наверное приятный бонус Что у Нави Есть экономика Они закупаются Полноценно Один ФАМАС Три Эмки Снайперская винтовка Для Саши Костылева Не повезло Нави в прошлом раунде Но Вега взяли снова За атаку У них получается Весьма бодро Отвоевывать Эти все раунды 7-7 По итогу У нас первая половина Вышла снова Довольно равная Сизду не понравилось Телевизор Он его поломал Видимо мешает Для того чтобы Контролировать Б плент Но Сист хаешкой У Эдварда Нет раскидки Абсолютно У нас с тем временем Флейми Находит Мира Тут же Вайта На центре Продолжается Худжи Пытается простреливать Коннектор Зевс На приемочке Выхода из Б ковров Минус по Чоперу 3-5 Ситуация для Вега Сквадрон Не самая лучшая Флейми На приемочке Коннектора Тут же Кишандр Может отвалиться 68 хп остается у него Все так он отъезжает Там еще Эдвард Находит враг Паджера Худжи последний И Худжи В спину забирает Даня Тисленко 8-7 Нави забирает Последний раунд Первые половины Теперь же мы смотрим Ну по-моему Даже какое-то повторение Карты Демираж прошлой Хотя там было 9-6 Но Ну да Похожим Похожим В любом случае Вега Демонстрирует Очень хорошее время игры В частности Атаки И Ребят В принципе Может получиться Напоминаю Вега выиграла Карту Денюк Проиграла Детрейн И вот Третье решающее В данный момент Между двумя Этими командами Нави Это По-моему Топ-10 На мирового рейтинга На HLTV.org Может быть 11-ая Сейчас местная Где-то там Плюс-минус Вега Я так понимаю В двадцатку Должна входить Где-то так Но Потихонечку Вега подбирается Все Ближе и ближе К Мировым грандам И это не может Не радовать Отличный состав То есть По сути Ребятки Собрались Когда-то давно Да И Натренировались Натренировались При этом Не приглашали Каких-то звезд В свой коллектив Там Звездных тренеров Или звездных игроков Просто Играли 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 И вот Доиграли До того Момента Что мы Мы сейчас Играли Играли 30 тысяч Зрителей На стриме Как раз таки Наблюдает За противостоянием Нави И Вега Глянул я Статистику Прошлого миража Там был счет 10-5 В пользу Команды Нави Потом же В 10 в атаке Отыграли Вега Сквадрон Что и привело К тому Что мы Увидели Допы На этом мираже Первая же карта И такой сюрприз Для нас Сеней Для зрителей Матч Длился Первая карта 1.50 Мы конечно Были этому Очень рады До последнего Не было понятно Там был счет И 0-3 И 3-0 И 1-2 И 2-1 Но по итогу Всегда были Нави Чуть впереди Но Как мы видим Сейчас 8-7 Довольно равный счет За атаку Получается У Вега Отыграть Не так уверенно Как это было В прошлом Мираже Возможно И Нави Покажут Не самую лучшую Игру за атаку Может быть Например Вега Возьмут все За диффенс К тому же Мы с тобой Не видели Ни одной карты Где было бы Преимущество Вот прям в салат В одной из карт Или даже в половинах Максимальный счет Там 10-5 Был за одну из сторон Так что Команды Более-менее равные Как уже говорил Сеня Что Вега стараются Вега потеют Они были На прошлом Мейджоре Может быть Ребята Хотят и на следующий Попасть Конечно хотят Естественно Это Всегда очень приятно Это мечта Многих команд Тем более Вега уже Эту мечту Кстати на мейджоре Были Да были Точно были Ты прав Думал я Что все ограничивались С главными квалификациями Но нет Прошлые мейджоры Были Причем Сыграли не очень хорошо Если вы помните Три Подряд поражения И несколько там Поражений Полный салат Было Не самых Титулованных Команд Но С другой стороны Это опыт Опять же Который Вега сейчас Нам с вами Демонстрирует Уже Против команды Нави Ждем Рестартов Постоянно Рестарты Довольно быстро Заходили На первых двух картах При смене сторон А тут Видимо Ребятки не готовы Но Надеемся Что сейчас Обе команды Будут уже готовы И мы увидим Пистолетный раунд Кстати по статистике По статистике у нас Довольно Ровно идет Команда Нави Есть Небольшой лидер Это Флейви Совсем большой 14 на 11 Замыкает Сист При этом у Систа Столько же фрагов Сколько у Симпла Ну и Даня Зевс На два Обходит И одного И второго У команды Вега Картина Тоже довольно Похожая Джер Небольшой лидер И мир 7 фрагов Но опять же От мира И Худжи И Чоппер Буквально По одному фрагу Его Обскакали Одного 8 У другого 9 Хорошо Мы Посмотрели Как на Нюке Действует Мир Да и Джер Тоже включался За защиту Но вот как-то Все равно Мира не хватает К тому миру Которому мы привыкли Вот как-то Сейчас не ложится Ни глаз Ни душа Вроде бы И знаем Мы этого игрока И любим Но Вот за эти Три карты Уже получается Что вот Каких-то Откровенно Лидерских Действий Таких Керри действий Мы пока не замечаем У нас снимается Пауза Ждем 3 секунды Вторая сторона Второй пистолетный раунд На Нави будут у нас В атаке И Вега Сквадрон В защите Посмотрим Как получится В этом пистолетном раунде Первого нас взяли Вега Там с горем пополам Джер две головы Поставил И находясь Преставаться 1 в 2 Там вообще была Разборка На Б-плэнсе Но сейчас же Обратная ситуация Защита для Веги Нави в атаке Выкупается П-250 для Флэмми Очень плохой пистолет В последнее время Для атаки Вега Сквадрон 5 успов 5 армуров Нет дефискитов Нет ничего Даже вот Некоторые команды Закупают декой Чтобы раскидать Но Такого здесь нет Чисто на стрельбу Команда Вега Сквадрон Будет бороться с Нави Которые сейчас Кинули бомбу на телевизоре Пробираются дальше Через Б Пытаются зайти на Даже не на китч Они пошли в андерпасс Где есть игрок защиты Там Джер воюет на окне Против топ-мидла Зевс И игрок Также Это у нас Эдвард Идут дальше Попыточку убить Джера И там Зевс просто затопил В голову Джера 4 в 5 Вот такой выход Немножечко неудачный в окно Для игрока команды Вега Сквадрон Еще Эдвард наказывает Худжу Но это пистолеткин Против него бороться Вообще бесполезно Можно сразу плевать С пистолетом раунда Идти дальше Не, ну Ты преувеличиваешь Силу Ваньке Эдвард Да, так-то игрок Очень хороший Опытный Но в свое время Да и сейчас Получает тоже От более молодых игроков На раз-два Нави Решили выйти на Бэплэнд Вега Угадывала Не пыталась Сграть засаду На тучке А Однако не получается И Эдвард Кстати слышит КТ спаун Его переслевает Чоппер Через библиотеку Будут действовать парни Из команды Вега Чоппер Пушит Лево-право Проверил Идут дальше Выбивать Но при этом Симпл неплохо Забирает Чоппер Амир И Симпл Отстреливает Кишандра Очень легкий Простой раунд Для команды Нави Но мы помним Силу команды Вега На форсбай У них получалось По-моему И на трене И на карте Денюк Поэтому Сейчас Скорее всего Снова купят пистолеты Попытаются их реализовать Но ждут Ждут Почему-то ждут Не рискуют Нет Покупают Мир второй армор У всех остальных тоже Не знаю Вот Из-за того Что долго думали И определялись Это Может сыграть На руку команды Нави Тем более Худжи и Джер Ничего не купили У них по полторы Видимо Вега Решила сыграть В первом байраунде С двумя снайперскими Винтовками По всей видимости Так и есть Видели мы на трене Худжи с этим девайсом Где Худжи был лучшим В команде Вега Сквадрон Да Там они не победили Но все-таки Мы видели силу Худжи Которая может раскрыться И показать Весьма неплохие фраги И с С снайперской винтовкой И с калашником И с эмкой С чем-либо Угодно Там Кеши воюют Против ковров Пока не получается Там есть Тимпл Который замечает оппонента Кешандр убегает Обратно Вся команда Нави Примещается под Аплент Трое на яме Двое на бэковрах Но по-моему Номер 5 Это Симпл Как раз таки смещается К своим тиммейтам Помочь в раскидке Хотя нет Возвращается обратно Просто там Что-то там перекинули Переговорили Вплотную Кешандр в одного На Апленте Будет принимать яму Флешка залетает Молтов залетает Кешандр пока что Слипующий абсолютно Должны прочекать его позицию Кешандр ждет Дальше Сис погибает Здесь же погибает Еще и Флейми Зевс добирает оппонента Симпл также находит Фраг Пуджеро Погибает еще и хуже 2 в 3 Но как же так Не прочекали стандартную Дефолтную позицию Молтов на Дельпан Эдвард ждет Кого-либо из оппонентов Есть информация Что кто-то находится На коннекторе А это именно Чоппер Дигл у него И СЗшка у Мира 2 в 3 Симпл на дефолте Одновременно Проверяет И кт-спаун И ковры Хотя кт-спаун Чекать не стоит Там находится Ваня Эдвард Ну и Симпл это понял Принял инфу И чекает теперь Только ковры Забирает Чоппера В коннекторе Мир выходит Один с чешечкой Разваливает Симпла Ну и сейвит Просто-напросто Второй армор Прекрасно осознает Что выйти На Аплент Он не сможет Его контролят И нет никакого Смысла В подобных перемещениях Проседает Немножко от Зевса Идет его Отстреливать Буквально 21 хелс поинт У нас у Мира Зевс играет Тоже крайне аккуратно Бомба взорвалась И Зевс не рискует Хотя мог бы Если бы знал Судя по всему Количество ХП Мира 10-7 Пользуя команды Нави По-прежнему Нет бая От команды Вега Сквадрон Ребята Должны играть Пистолетами Мы хуже Вместе с Джером 3 500 Все-таки Это сейв Для АВП Уже в следующем раунде Ну вот у нас По итогу получается Для Вега Сквадрон Только чешка Армор 4 юспан Нет ничего Ни гранат Никаких либо Вспомогательных еще пистолетов Как ни крути Укрепление Аплента От Вега Сквадрон В пятером находится там Против них может быть Флейми Которая вылезет Сделает для себя Пару фрагов Зевс с юспом Это интересно Почему так Он видимо скинул девайс Тиммейту И сам бегает Вот с юспом С чем это связано Я не знаю Возможно какая-то такая Стратегия План Капка Но по итогу Ждем Как Флейми Будет принимать Возможно Весь выход на него Хотя только Ринк Кишандр Пока что находится На деревяхах Возможно пойдет А возможно нет Надо наверное ждать Ему игрока с коннектора Который поможет Хотя бы соберет информацию Где же могут находиться Оппоненты Стянуть на себя все внимание Потом уже Флейми Может выйти И собрать Во-первых Кучу фрагов Во-вторых Кучу денег Ну и просто выбить Команду Вега Сквадрон Хотя тут Чешка Кишандр А с юспиком Флейми уже палится Кеша в упоре Кеша сейчас может оказаться Но сам отъезжает От рук Флейми Юмпишка работает Приносит уже 600 долларов Но отъезжает от мира Уже есть Юмпи для команды Вега Сквадрон Тут же отваливается Еще и Эдвард Джер С юспиком Получает Получается у него сделать фраг Там еще и Зевс проседает У него остается После хэдшота 38 хп Но команда Нави уже на планете Б Симпл находит двоих Чоппер отвечает по Симплу Юмпишка работает 2 в 2 А это может быть раунд Для команды Вега Сквадрон Если сейчас получится убить Зевса И потом разобраться 1 в 2 Против Сизда Есть уже Калашников Есть по прежнему Сизишка Зевс получает еще больше дэмэджа Остается 28 Чоппер Пропрыгивает в окно И пойдут ребята Вместе через библиотеку Сиз находится Возле маркета Но по-моему Сейчас получит Что сейчас получит Ой Сиз развернулся Вовремя Он только что из Смака Выходил хуже Если бы нет разворот Действительно раунд бы уходил В копилку команды Вега Сквадрон Ну или как минимум Два девайса потеряла бы Нави Но нет 11-7 Вот такой вот общий счет Пока на карте Демираж Первый байраунд Вот те самые Две снайперские винтовки От худшей G.A Один видимо Будет играть на центре Другой На B-плейнте Ну и Нави Должны Показать Точнее Симпл Должен один справиться С этими двумя Прекрасными снайперами Посмотрим Кто Есть кто У Симпла Кстати хороший рэп на мидл И он пытается Его реализовать Бежит он Получает флешку На мидле Благо для него Никого не было Хотя вот уже G.A. перемещается Симпл его замечает Но перестрелка Ни к чему не привела Как просто к выстрелам Практически в молоко А дальше Симпл чекает На парыче Уже Окно Но там G.A. не смещается Туда он просто Перебегает дальше И мчится На маркет Погибает Сист Тут руки Шандра Там же еще стыкчика Возможно погибнет Кто-то из игроков Дефенс Так получается Флэмми находит фраг По чоперу Ситуация 4 в 4 Флэмми биты 34 хит хеллспоинт У него имеется на руках 58 у Кишандра Поэтому по хп И по ситуации в целом Все более-менее равно Зевс вместе с Флэмми Уже пробирается через яму Находится Флэмми на Тетрисе Ну и Джерас Зигзага Чекает Возможно кто-то к нему придет Либо же Хотя бы кого-то на стуле найти Но Эдвард Глубоко в топ-мидле Плюс также все-таки То что двое игроков Находится на Тетрисе Правда и Симпл уже пробрался На коврах с бомбой Его могут отстрелить Но Кеша Ошибается Выходит боком к Симплу Отъезжает моментально 3 в 4 Команда Натус Винсер Готова идти Но Флэмми сейчас должен получать Хэдшот Потому что выходил Спиной к Сэндвичу Тут же Симпл Отвечает этим фрагом Две снайперские винтовки Живы у команды Вега Сквадрон Но Это две снайперские винтовки На выбивание Симпл уже готов принимать Уже Ух Вот он Симпл Вот его авик И Джер и Худжи Ничего не сумели сделать Да скажем так Он еще не отстрелил Джера Но с другой стороны Одной из самых Главных задач Наверное Двух аваперов Является то что Они должны В первую очередь Сделать все так Чтобы снайпер Из противоположной команды То есть Симпл Не сумел Хорошо Круто сыграть С ВП Ну а Симпл Забрал не только Снайпера Худжи Но еще и двоих Его тиммейтов Джер выживает С авиком Уходит далеко На точку Б Бомба вот-вот взорвется И Все хорошо для команды На и 12-7 Напоминаю что В начале На карте Мираж Они летели Со счетом 5-1 5-1 5-1 И в итоге Уже ведут 12-7 Смотрим дальше Этот матч Может быть Джер сейчас Сумеет С авиком В следующем раунде Сыграть Сыграть хорошо Минус Зевс Не дает Засейвить Да Не Зевсу Ну точнее Зевс пытался Не дать Засейвить Но вышло Все наоборот У команды Вегас Квадрон По 3,5 тысячи И АВП Джер 4 Будут ли закупать Что-то себе Должны По идее Там должно хватать денег Даже в случае С закупом Чешек Дезертыгл Также есть Один смог На команду Вегас Квадрон Первый армор У Кишандра И Джера И Джер Мчится на Бэплент Возможно Угадают С выходом Команды Нави Отстрелит Одного Второго Оставят В меньшинстве Какие-то Подборы Девайсов Для команды Вегас Квадрон Тут же Раунд Может уйти В такой ситуации Но по-моему Нави Сейчас не будут Торопиться Там уже Джер Находится На зигзаге Не получает Дэмэджа Хотя Хаешка Прилетала Нет Там Джер Все-таки 3 хп Потерял Но это Не так Много Перестрелки Возле Находят Фраг Симпозвучает По-худже Ситуация Все больше И больше Накаляется Джер Пока еще Не находит Для себя Фрага Монтит За плентом На него Уже Там Могут Выйти В блайнде Был игрок Атаки Но не получается Тут же Выходит Игрок Скавров Эдвард За Форестом Эдвард Нет Не получает Простелом Мир Находит Фраг По-симплу Тут же Кеш Отваливается От Эдварда Чоппер Хедшотом Сносит голову Эдварда И там еще Зевс погибает Раунд Один в три Для Сизда Это может быть Клачин Заходит с маркета Замечает оппонента Оппонент Также посмотрел Ему в глаза Один в три Для снайперской винтовки Плюс диггл От Чоппера И тут же По-моему Сизда Уже ничего не светит Потому что Его позиция известна Вываливается мир И сносит голову Сизда 12.8 Сработала снайперская винтовка Сработали чешки От команды Вега По 2-3 тысячи У некоторых игроков Команды Нави Точнее 3-600 У Сизда И Зевс 2к Тяжелое Решение Для ребят Это решение Может им стоить Сейчас все игры Они это понимают Поэтому Устанавливают паузу Если возьмут раунд Они на коне Если проигрывают раунд Тогда Вега Берет 9-10 Улучшает свою экономику И у нас Может повториться Ситуация с картой Денюк Когда Нави Тоже вели Тоже было якобы Все хорошо Но потом отдают Эко Помните Когда Вега Запушила Радио Двери и будку И Нави Проигрывает Нюк Здесь Естественно Ну Совсем другая карта Но Ситуация Может повториться Нави Пообщались Решили купить Ну и давайте Смотреть Какая же Секретная тактика По их мнению Сейчас могла бы Их выручить Ну а честно говоря Тот раунд На Денюке Где Вега Сквадрон Запушили оппонентов На радио В лобби По-моему И решила исход Если бы не тот раунд На Нави Вероятнее всего Выходили бы В победном ключе Там был бы очень легкий 15 раунд Вероятнее всего Но Как бывает Вега взяли подобный раунд Сейчас Да там был один девайс Снайперская винтовка Но по-моему Не он там решил Все таки смогли Ребята с пестерками Зарешать Браунд И всю команду Нату свинцер Не почувствовать Сейчас же Там много печально Там еще возможно Погибнет игрок На атаке Так получается Кеша вываливается Кеша сам отваливается От симпла 4 в 3 Чоппер находится на тикетбоксе Возможный врыв на аплент Есть игрок на коврах Но бомба Пока что не на контроле Команды Нату свинцер 3 в 4 Флейми С тиммейтами Который от миддл У Эдварда 5 скролл Сколько я не смотрю За этим Эдвардом Постоянно На каждой карте На каждой игре У него Срабатывает колесико На его мышке И сейчас полетят 100-500 комментариев Как так На такой большой зарплате Он не может поменять Себе мышку Но Видимо он любит Просто данный девайс Флейми Выходит через ковры Откидывает флешку Уходит назад Бомба тем временем Перетягивается К яме И Флейми понимает Что нужно выходить Все-таки На плент А Вблизи ямы Находится Чоппер Чоппер Уходит на сэндвич Уходит на хелпу Действует в коннекторе И А плент отдали Не угадывает Команда Вега Сквадрон Нави откидывает смок Откидывает флешку Ваня Эдвард Бомба ставится на дефолте Не самое лучшее место Но Как мы видим На тикетбоксе На КТ спауне Никого у нас нет И все В данный момент Неплохо для ребят из Нави Но выбить плент Да еще возможно Вполне Две снайперские винтовки При убивании Самый лучший вариант Хотя как только Ты сказал Джер находит фраг по Симплу Погибает также Ваня Эдвард Флейми последний У Флейми есть возможности Там битые два игрока Защиты Хуже отваливается Но Чоппер наказывает Хэдшотом Флейми 12-9 Вега Сквадрон Беру для себя 9-ый Но как же мало По хп оставалось У ребят из Вега Сквадрон 9 и 19 Там меньше тридцатки На двоих Нашел по-моему Самого Флоу Во Флейми Но дальше не получилось Потому что на размене Вышли Акулы Смогли сделать Все что для них Было запланировано Даже без китов Джер справляется С этой бомбой Но для Нави Деньги заканчиваются Нужно делать Какой-то такой Полуфорс Полуэко И дальше С пистолетами пробовать Какую-то с позиции Возможно даже Быстрым выходом Напором Таким раскидком Посопутствовать Чтобы хотя бы Поставить плент И иметь в следующем раунде Еще более уверенную закупку Пока что 29 Возможно 10 раунд Для команды Вега Складрон Если берут еще и девайсный От команды Нави Забегая вперед То там возможен Даже выход На временное ничье А потом и Доминация на карте Дэн Мираж Ух Вот это матч получается Вот это интересное Противостояние Все-таки Команда Вега Большие молодцы Друзья Они просто тащат Нетащимое И соответственно Приносят интригу Довольно существенную В эту встречу Джер забирает Сизда Ситуация 5-4 Вега откидывает Хаешку на яму Бомба пока лежит далеко На террасском спауне И Ее нужно кому-то подобрать Но и Кроме бомбы Конечно желательно Еще и Фраги делать Как и говорил Вега за счет Правда уже прошлого раунда Выходит вперед По деньгам В первую очередь И Нави уже Не так просто Их будет поломать Флейми разваливает мира Три в четыре Флейми далеко на коннекторе Бомба лежит Тем временем Через яму Действует Симпл И Сумеет ли он отстрелить Кишандра Кишандр Жмет Симпл заметил Но нет Безразменно закончилось Это противостояние Коктейль молотова В ЗИГ Погибает у нас Практически Флейми Там у него совсем мало Хауспоинтов 16 хп Но Живет Живет до конца Пытается выжить Но Это тяжело Чопер забирает Симпла Флейми по-прежнему На центре Эдвард Выходит из ямы И Было бы неплохо Ребятам из команды Нави забрать Хотя бы одного соперника Да Первый пошел Чопер погиб Эдвард бежит дальше Но Кишандра Он не ожидает Здесь увидеть Ну и Флейми Один в три Флейми 16 хп Дезерт Уиггл Уже Фраг есть С этого пистолета И еще голова От Кеша Отваливается Моментально Тут же еще и Хаджи Может хуже отъехать Нет Не получается Хуже с Юспом Находит голого оппонента А вот если бы ситуация 1 в 1 И там какой-то девайс Тем более снайперская винтовка Там бы Флейми мог Расконтролить Но тут не подставились ребята Так что вышло более-менее безопасно Хотя потеряли В этой перестрелке Вегас Квадрон Довольно много девайсов Там Было 8 тысяч Остается 5 и 3 У остальных ребят из Вега Деньги заканчивают Соответственно если на этот раунд берут То некоторые проблемы Для Вегас Квадрон Им никак нельзя Раунды отдавать Учитывая что они пока Находятся в роли догоняющих Как ни крути Ну а Нави Вроде как Могут выйти вперед Взяв этот раунд Потом вероятнее всего Для Вега будет Какой-то такой Полуфорс Полу Бай Джер находит уже Эдварда Преимущество для команды Вегас Квадрон В начале этого раунда Погибает буквально После начала У нас игрок Атаки И все-таки Без званьки В этом раунде Получается сражаться Флейми Минус по Чоппер Тут же Кишандр В медле Забирает Зевса Зевс не смог Расконтролить И даже не ожидал Там оппонента Просто переключался И свапался между Оружиями 3 в 4 Меньшество для команды Натус Винсер Бомба оставится Правда в дефолте И уже на выбивание Вегас Квадрон Будут должны Ну как-то справиться с этим Ну Вега Выбивала 3 в 3 Подобную ситуацию Тут 4 в 3 Поэтому у них все карты На руках Скажем так Шансов поболее Ждем Серьезной Индивидуальной игры Но при этом Джер как же четко Простреливает Флейми Под бортиком Коктейли Молотова Полетели Вега синхронно Пытается сделать выбивание Голова и тикетбокс Уже действуют Огромное количество банок Бомба стоит на дефолте И у Нави Шансов здесь просто Никаких Сист падает И Симпл Прекрасно осознает Нужно уходить на сейв В следующем раунде Сыграть с тем же АК 47 12-11 Нави срочно нужно Ставить паузу Потому как сейчас У них ничего не получается При том что есть деньги на бай Там есть Даже на снайперскую винтовку Для флейми Правда без армора Я думаю что это будет 5 калашей И как ты угадываешь Слушай пауза Отсизно залетает Да тут нужна была пауза Чтобы подумать Вега сквадрон берет Уже в защите 4 раунда подряд Были и бомбы Были и ретейки И пару девайсных раундов В исполненной команде Нави Но вот Вега справляется В защите На своей одной из лучших карт У них там не самый лучший винрейт Чуть больше 50 Но вот больше всего играют Чаще всего играют Именно мираж Акулы Поэтому нужно подумать Нужно действовать Ну как-то иначе Под байплент У нас все реже и реже Ходят нави Возможно стоит разыграть Раунд именно в этом ключе То есть каким-то сплитом Через зигзаг Может быть даже через окно Попробовать разыграть И потом На поздних таймингах Валиться на байплент Попытаться Убить всю команду Вега сквадрон И может быть получится Тогда На Какие еще есть варианты На аплент не получается Там их разваливают Центр проваливается Под окном проваливается Вот на байплент все реже и реже Нави ходят Я уже даже не помню Когда это было Ну два раунда подряд Нужно взять парням Только вопрос Как и где действовать Ну ты предложил б Как вариант Почему нет Но на байп Есть проблемка Там стоит тавик В данный момент И мир и джер Играет с вп Поэтому Один из снайперов Скорее всего Будет стоять На белом фургоне Другой вопрос Если нави Об этом знает И понимает Можно попытаться Какую то флешечку Откинуть И постараться Под нее Сыграть Хотя кстати Б охраняет худжа Без авп На точке б Поэтому действительно Есть шанс Однако худжа Игрок тоже Довольно Непростой Ну и да Тут ты уже был прав Вот я с паузой угадал А ты сказал на байплент И нави идут на байплент Худжа откидывает Коктейль молотова Нави нужно выпрыгивать В окошко Мир Забирает Эдварда Ваня сгорел И Сист вместе с Симплом Даем против пятерых Кишандр Поджимает спину Отличный спрей Сист и Симпл Там я уже думаю В тимспике команды Вега Складрон Невероятные эмоции Кричат Орут И делают все Дабы одолеть Нави 12-12 Третья карта Отборочный На эпицентр Победитель Попадает На лан И там будет играть Уже Такую мейн квалификацию К эпицентру Но Без Этой победы Естественно Ты туда не попадешь Соответственно Пока что Шансы Нави Увидеть на эпицентре Приближаются К нулю Потому как За КТ Команда Вега Нави Не дает Ну Уже Не шанса Просто Любим Помним Бензин 12-12 Временная ничья Для команды Вега Складрон И НАТО Свинцер С чашкой Отрабатывает Девс Получает уже На 30 хп Дэмэджа Дальше Снайперская Ментовка Для Саши Костылева Плюс Калашников Юмпи И Галил Но и в полном Боевом Играет у нас команда Вега Складрон Два снайперских девайса Плюс Есть также Две эмки И один Калашников У всех уже Кстати говоря Закончилась раскидка Куда и вега потратили Остались только Три гранаты Это молотов Хаешка Даже не хаешка Молтов Смоук И флешка А вот У Нави С этим попроще Могут закидать Могут с этим Выйти И просто убить Команду вега Хотя по стрельбе Мы видели Как все было Очень-очень хорошо Ждали вега Вероятнее всего С какого-то Быстрого выхода На один из плентов Поэтому все Быстренько выкинули Лишь бы Нави Просто не пришли Но Дальше Да Вот есть Диаву П Это очень серьезная И сильная сила Команды На вега Складрон Кишандр наказывает Зевса Тут же дальше Попытка пройти через Коннектор На Мидле погибает Зевс На Был также парыч Игрок атаки Это у нас По-моему Симпл Симпл Снайперской винтовкой Пробирается дальше Тут Смоук Можно отработать Флейми находит голову Чопера Три в четыре Ситуация для Нави Не самая лучшая Есть Умпишка Калашников И снайперская винтовка Пока жив Симпл Можно попробовать Симпл Пробивает оппонента Но Кишандр Находит голову Симпла Флейми воюет С тикетбоксом Там Джерс Снайперской винтовкой Тоже неплохо просел Флейми идет дальше Находит А как же так Почему пропустили Была информация Почему не смотрели Абсолютно там Флейми Забирает двоих Времени пять секунд Нужно просто сидеть И жить в команде Вегас Квадрон И после этого Попытаться убить себя Флейми Время заканчивается В раунде команды Вегас Квадрон 13-12 Флейми Не нашли Но и сами не подставляются Понимаю что девай Снайперский Отдавать ни в коем случае нельзя Как же сейчас Ошибаются Нави Хотя вроде Было все неплохо Но где-то не повезло Саша прострелом Не добирает оппонента Там же вываливается Флейми Делает два минуса Но не хватает Тиммейтов Не хватает подмоги И все как-то Что-то не клеится В атаке у Натус Винцер После того как Вега взялись Они даже не брали паузу Они просто взяли И пошли После того раунда Который они просто Выдрали Из команды Натус Винцер С одной снайперской винтовкой Примерно то же самое Как было у самой команды Нави на нюке Вот что-то очень похоже А нет Это было от Вегас Квадрон Также они закамбэчили А у Нави тоже самое было Кстати говоря Я не ошибся в этом выражении Но вот Вега Показывает реальные Результаты Проблемы у Нави Если не возьмут этот раунд И не поставят бомбу Итак 13-12 Остается Совсем Чуть-чуть И мы узнаем Победителя Встречи Вегас Квадрон Нави Мы узнаем команду Которая поедет На лан Защищать СНГ Регион И добывать Еще одну квоту У Гамбиджа есть Да квота Да есть Есть Прогласили Соответственно Будет у нас Как минимум Возможно Две СНГ команды Флейми Выходит с парнями На яму Как же здорово Получилось Прикрыть сейчас Угол Но Джер На тикетбоксе Точнее на файербоксе Забирает одного Второго И живет до конца Эдвард Кстати будучи красным Возвращается на яму Тут у нас бежит Игрок защиты И Ваня его не забирает Худжи Видит бомбу 45 секунд Остается Тем временем Джер забирает Симпл в ответ Флейми Один Три И Флейми Не факт Что возьмет Татраум Потому как у Худжи Отличный угол 14-12 Команда Вега Сквадрон Берет еще Один раунд Три с половиной тысячи долларов В руках у команды Нави Этого не хватает Дабы купить АВП Калаши Нужно снова Ставить паузу И думать Максимум Галилы Если Эко Тогда у Вега Сквадрон Будет 15 раундов Охохо Это фиаско Братан Это реально фиаско И тут Я даже представляю Эту собаку Которая бежит Вроде бы Даже доминирует На второй половине Но потом Так а буткэм Будет к чему Все таки Будут пытаться добираться Из последнего места На ESL Pro League Куда-нибудь повыше Возможно так Какая-то командная работа Чтобы ребята Не распались И Ты не знаю Будут торт с чаем Есть Как минимум Все вместе Так вы будете Вы будете Смеяться Но Вчера Я общался С Зевсом Сейчас скажу Что я ему написал Но я в шутку писал А мы общались По поводу СНГ Минора Там он в Бухаресте Будет проходить И мол Кто поет С командой Простой Но я говорю Я буду на эпицентре Поэтому не смогу Поехать Комментатором Да Зевс говорит Ну так я приеду Скорее всего А потом Так нет Я же буду играть Тоже на эпицентре Я ему пишу Не факт Тебя Вега Обыграет По инету А потом Если на лан попадешь То там тебе Китай Переедет Ну типа Тебя если Вега не обыграет Я сказал Что Вега Его обыграет Вообще И как бы На этом Все закончится Но если Вега не обыграет Тогда С Китаем Придется Несладко Но в итоге Может быть На Веге Все закончится Посмотрим 14-12 Вега с фатрон Против НАТО С Винсера Нави Начинает Выходить Сейчас На Апленд Ну и тут Чоппер Действует На коврах Чоппера Никто не видит Никто не читает Все таки Обратили внимание Сизд ловит Чоппер Кишандр отвечает По симплу Ситуация 4 в 3 Бомба лежит Сизд очень сильно просел У Зевса 100 на 100 Ну и Сизд Один с Галилом Видимо Отдает 15-й раунд Такое не берется По всей видимости Да Матч и маппоинты Для команды Вега Сквадрон НАТО С Винсер Нужно брать Три подряд Они конечно Могут попытаться Но пока что Мы видим Девять Нет Восемь раундов подряд Для команды Вега Сквадрон В защите Мы Я лично мысленно Уже начал их так Чуть-чуть Земелькой присыпать Что Нави так бодро Идут в атаке Но когда Вега Начали брать подобные раунды Я так смотрю Что уже вроде И преимущество Начало появляться И какой-то потенциал То земелька Уже пошла в сторону Команда НАТО С Винсер Такой гвоздик Потянулся Забивать уже В крышечку Но 12-15 Есть 4 калаша Есть юмпишка По раскидке Минималка Вообще полнейшая Три смока было Уже два выкинули Две флешки Плюс один олтов У меня барабанит дождь Возможно Плачут фанаты Команды Нави Да Скорее всего Так и есть Пока что Нави В шаге от того Чтобы не попасть На эпицентр Флейм сражается Забирает Джера 4 в 5 Ситуация Симпл уходит назад Девс разваливает мира Тем временем Кишандер на джангле Ловит Дниса Костина Прекрасный хэдшот Молниеносно Он снес Сизда И все равно В одного игрока Преимущество у Нави Выход через коннектор Чоппер разваливает Девса Эдвард отвечает Но при этом Кишандер на хелпе Все там же Чекает трон Эдвард ловит худже Кишандер один против троих Их бомба снова на дефолте Флейме Благо в этот раз Есть на тикетбоксе И всего лишь Один Кишандер Против троих Но это 15-13 Команда Нави Все-таки еще не вылетает И могут Ребятки Затащить Нужно брать Два раунда подряд Ну и теперь Возможно Команда Вега Устанавливает паузу Или все-таки Нави Не знаю Это Вега Тактическая пауза Для команды Вега Сквадрон Акулам нужно подумать Деньги у них имеются Снайпер с комментовкой Для Джера Мир будет закупать себе Что вопрос По-моему он себе Снайперскую винтовку хочет Потому что купил первый армор И вот с этим моментом Ребята думают Как же поступить В данной ситуации Либо два снайперских девайса Либо все-таки Второй армор Плюс М-ка И как-то От этого отталкиваться Ан паузу пишут ребята Из Вега Сквадрон Но себе по-прежнему Мир ничего не покупает Все-таки это М-ка Докупается раскидка Остается 400 Хотел сказать золото Но нет Это всего лишь 400 долларов По-прежнему Первый армор для Мира Снайперская винтовка для Джера Есть также Три М-ки коротких Для Чупера Кишандра И Худжи И раунд номер 29 Если сейчас На Ави раунду дают То они покидают Квалификации к Эпицентру А Вега Сквадрон Едет в Питер Для того чтобы бороться Вайлд Кардс Против трех команд Которые также прошли Не самый простый Не самый простой путь К этим квалификациям К этому Вайлд Кардсу Но наверное Было проще всего Фейс и Тайлу Но в Америке там была Очень жесткая бойня Хотя Ликвиды там Положено на их пути Тяжело Тяжело об этом говорить Да Ну смотрим Смотрим дальше Интересно Все-таки 5 на 5 Затащит ли команда На Ави Мне кажется что Шансы еще какие-то есть Тем более Хорошая позиция Сейчас у Вани Эдварда Играет он на Зиге И отсюда можно В принципе разыграть Коктейль Молотова в окно Флейми контролирует Зигзаг Смотрит смачок Смотрит подсадочку Зевс рядом с ним Центр полностью Под контролем На Ави Теперь нужно Просто понять Грамотно Очень грамотно Куда же нужно идти Бомба как мы видим Находится под Б В подвале Судя по всему Все-таки именно Плент Б Пытаются прорвать Ребята из Нави В принципе я с ними Соглашусь Потому как С А плентом Получалось все Очень-очень плохо Даже несмотря на Взятый последний раунд Мы помним Те раунды Когда Вега Или выбивала Или вообще не запускала Нави на плента 40 секунд до конца Друзья Как же медлят Как же медлят Нави Зевс уходит на коннектор Моментально падает От дефолта Зачем он сюда пошел Непонятно Видимо пытался спрятаться Выход на точку Б Джер разбирает Паню Эдварда Но при этом На Б пленте Два человека Они просто не дадут Шанса команде Нави Врыв Худший Врывает Флейми Забирает съезд Последний симпл Это Вега Сквадрон На эпицентре Поздравляем Акул Они обыграли Натус Винсера Рожденные побеждать Не попадают На квалификацию Вайлд Кардс И не знаю теперь К чему они будут готовиться Они ливают моментально сервер Вот на табе Просто это прекрасно видно Эмоции